Кто хочет иметь успех в мирских делах, тот не спит целым ночами напролет, постоянно хлопочется, уйтится, подделывается к сильным людям и вообще поступает как подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добился? Он добился того, что его окружают некоторыми почестями, что его боятся, и он, что сделавшись большим начальником, распоряжается какими-нибудь поступками других людей. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих беспокойств? И спать спокойно, ничего не боясь, и ни от чего не мучаясь. Это был начальник, это классно, у него счастливая жизнь. Где вы видели счастливых начальников? Начальник, это означает, что у тебя пуля рядом с виском, тюрьма рядом с виском, банкротство рядом с виском, завистники рядом с виском, тупые подчиненные рядом с виском, которые постоянно тупят и долбают конкретно своей тупостью. Это каждый хочет вытянуть из тебя побольше капусты, потому что ты кошелек с деньгами, когда кошелек чужой, смотришь, где дырочка. Все смотрят на дырочку, никто не смотрит ни как ни на человека, и ты так живешь. Знают же, что такое спокойствие души не достается даром. Естественная склонность человека искать денег, искать власти, искать наслаждения в этом мире, не приводит человека к счастью. С другой стороны, когда человек пробуждает в себе неестественную склонность, которая является на самом деле его естественным состоянием, нас тянет не туда в этом мире, не туда тянет. Но то, что если мы победили себя и начали вот эту внутреннюю жизнь, тогда человек обретает все, что ему по судьбе должно быть. Если у тебя природа быть начальником, значит ты станешь начальником. Просто стань таким начальником, который будет управлять легко. Как мне, как бы, с одного семинара по бизнесу один человек там был и задал вопрос, что у начальника на столе должно лежать, у хорошего начальника. Я никак не могу понять, что уже должно лежать. Он сказал, ноги. Когда у человека хорошая, судьба у него хороших подчиненных. Он знает, какие решения принимать. Ему не надо париться. Его никто не подводит. Это означает благочестие. И когда у человека сила благочестия огромная, его окружают хорошие люди, на столе лежат ноги. Делать нечего. Если ты паришься, значит ты занимаешься не свое положение. Разботай над собой. Развивай себя внутри. Делай то, что от тебя зависит. Потому что ты не сможешь залатать дырки в мозгах своих подчиненных. Одну дырку залатываешь, в другом месте вылазь. Лучше сделать так, чтобы у тебя развилось видение, кого брать на работу, кого не брать. Потому что человек не меняется, если он сам себя не меняет. А он сам себя не будет менять, если ты не дашь ему духовное развитие. Интересно, я такой эксперимент провел. У нас был семинар по бизнесу. Я предложил людям, которые слушают лекции, начать слушать лекции своими подчиненными. И начали слушать лекции, сразу одни привлеклись этим, а другие не привлеклись. В прошло время оказалось, те, кто привлеклись, это разумные люди, они постепенно развились. А те, кто не привлеклись, они все отвалились. Потому что им нужны только деньги, им не нужно развитие. Видите, нужна какая-то сила, которая образует, командует. Такой силой является знание о том, как жить, самосовершенствование. Поэтому в древней культуре всегда люди, собираясь на какое-то дело, они сначала объединялись с знаниями, они создавали команду. Команда означает единое мышление, направленное развитие себя как личности. Это мышление объединяло людей, а потом дальше с ними можно было идти в бой. В Советском Союзе это называлось, называлась идеологическая работа с личным составом. И специально был политрук. Политрук — это как раз человек, дающий знания, как жить правильно. Это знание сплачивает, объединяет людей между собой. Так мы с вами говорим о том, о цели важной человеческой жизни. Это очень важная тема. Конфуции. Эпиктит опять дальше в свою сторону. Все то, чем люди так восхищаются, все ради чего приобретение, что они так волнуются и хлопочут, все это не приносит им ни малейшего счастья, потому что вызывает новые трудности. Покуда люди хлопочут, они думают, что то благо, что благо их в том, чего они добиваются. Но лишь только они получают желаемое, они опять начинают волноваться, сокрушаться и завидовать тому, что у них еще нет. Так как природа работает человек. И это очень понятно, потому что неудовлетворением своих правдных желаний достигается счастье и свобода, но наоборот избавлением себя от таких желаний. Как, допустим, если где-то сильно чешется, чесать или не чесать? Чешешь еще больше, чешешь еще больше, еще больше, потом раздираешь кожу. Слава Богу. Разобрался, теперь можно спать. Может, лучше не чесать? Вот мудрые люди говорят, лучше не чесать. Но, что получается? А что вы понимаете под словом молиться? Отношения. Так. У вас не получается всегда. Это нормально. Двигайтесь дальше, вперед. Меня волнует не это. У вас в сердце появляется чувство хорошее после этого. Все. Вот на этом сосредоточить свой ум. Потому что это чувство является той силой, которая дальше победит вашу судьбу. Чем больше она сильнее будет, это чувство рождаться, тем больше будет меняться ваш сын. Вы будете видеть связь между тем, что здесь возникает, и тем, что с ним происходит. Понимаете? И тогда вы поймете, что такое вера. Вера это конкретное событие, которое происходит в жизни человека. Вера это не слепая штука. Она исходит, она связана только с сознанием. Вы действуете и видите результат. Из этого появляется вера. А получается у вас, это зависит от судьбы. Иногда судьба навалилась, человека не получает. Иногда судьба отпустила, у человека получается. Все. Есть два варианта. И это нормально. Вот я знал сегодня уже с утра, что сегодня для меня лекция будет трудной. Я буду напрягаться. Я напрягаюсь, это нормально. Я потею, это хорошо. А что для вас это понятно? А вы хотите определить? Да. Ну вот как вы, допустим, устроите отношения с близкими людьми? Что вы, как вы, ну... Я называю любовь, я называю себя. Близким людям. Если вы, то можно. Так же надо делать со святыми людьми. Вы можете общаться с разными людьми? Можно. Почему нельзя? Вы можете? Можете? А вы, смотрите, я не понимаю, как это... нормально общаться раз с Богом. Я вот 15 лет, 20 лет занимаюсь практикой духовной, 15 лет общался с Богом. Причем интересно, сначала я прямо вот, он ко мне приходил в гости. Потом я понял, что это просто бред. Накажусь в бреду просто. Я понял. Потом я дальше общался с Богом и понял, что на самом деле никакого общения с Богом нет. 15 лет мне понадобилось. Потом я начал отношения со святым человеком строить и понял, что Бог не любит гордецов. Некоторые могут общаться напрямую с Богом, но для этого нужна быть серьезная квалификация. Например, я когда был маленьким мальчиком, я мечтал быть космонавтом. Нормально для маленьких мальчиков. Но если дядя взрослый мечтает быть космонавтом, и у него уже геморрой вылез, это ненормально. То есть идея в чем заключается? В том, что человек должен строить отношения с Богом так, как ему позволено. Самый лучший способ не выпендриваться перед ним, а строить отношения с его представителем, с тем, кто тебя к нему приведет. Это самое надежное. Например, два варианта. Можно пойти сразу к Владимиру Владимировичу или познакомиться с его приближенным человеком. Ваш выбор. Общаться так, как у вас есть силы. Вот смотрите, у каждого человека любовь направляется в каком-то русле. Например, допустим, у тебя такое русло. что тебе подарю, может этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Что тебе подари, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой. Видите, сила пошла вот в этом направлении. подарки. Пожалуйста, дарите их Господу. Второе направление, допустим, направление плача, да? Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Да, пожалуйста, разлука, любовь разлуки к Богу в такую молитву приложить. Если у вас это чувство или, допустим, благодарность. Молитва благодарности может произноситься. Когда человек благодарен в судьбе. А это называется вкус уже духовный. У каждого свой вкус. Он культивируется много-много жизней. Эти вкусы духовные проявляются в обычной жизни. Веды говорят, что обычные отношения являются отражением духовной энергии. Это как бы та же самая энергия, только уже здесь проявленная. Душа как там, себя так здесь ведет одинаково. Сила везде одинаковая у души. Как там, так и здесь. Поэтому то, что у вас здесь получается хорошо в отношениях любви, прилагайте ту же самую силу в отношениях молитвы. Не надо ничего думать. Там нет ничего искусственного. Все то же самое. спасибо вам за вашу вопрос. как простить себя за свои ошибки. вы экзаменатор? по отношению к своей судьбе? нет, нет. вы ошибаетесь. на дереве тело. на дереве тело сидят две птицы. на дереве тело. 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 хорошее. на дереве тело. на дереве тело. на дереве тело. на дереве тело. она чем занимается? Она ищет счастье в этой жизни. Клюет плоды этого мира. И это, говорят, плоды снаружи сладкие, внутри горькие. Человек сначала чувствует счастье в семейной жизни. Потом горечь. Сначала на работу устроился хорошо. Потом тяжело. Сначала маленькое тело. Бегаем, прыгаем. Обкатываем. Потом оп. Заболело. Повзрослело. То есть, видите, сначала сладкий вкус во всем. Потом горький. Плоды все этого мира. Они сначала сладкие, потом горькие. Есть птица сзади, которая сидит. Это свердуша. Она дает санкцию на поступки. Но она ждет, когда мы повернем голову к ней. Это называется внутренняя жизнь. Когда человек поверачивает голову к источнику наказания и поощрения, прощения и непрощения, испытания и неиспытания, тогда человек обретает знание, откуда все взялось. И вы хотите сейчас прощения. Нормально. Надо трудиться. Ну, то есть, не думать, как же мне самой себе простить. Это у меня тоже была такая мысль в детстве. Поставить в журнале пять. Чтоб училка не заметила. Тоже, наверное, такая мысль есть. Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, это правильно. Это отлично так. У меня тоже желание такое хочется. Я хочу, чтоб лекция хорошая была сегодня. Хорошая. 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 Ну, это не я же делаю, не я, понимаете. То есть, я хочу, чтоб она была хорошей, но это вы, представители моей совести. Вы говорите, хорошая, Олег Геннадьевич. Ну, даже если плохая, на всякий случай, чтоб все приезжало. Понимаете, мы не экзаменаторы. Я не могу сам себя экзаменать и простить саму себе, потому что я сам себя не наказываю. Я совершаю поступки и есть тот, кто оценивает, понимаете. Это не я оцениваю. Это другая птица оценит. Я просто здесь совершаю поступки. Оценивать буду не я. Я вот читаю лекцию, оценивать я не могу. У меня лекция была очень хорошая. Вы знаете, есть художники, они рисуют красиво. Но никто не видит, что это красиво, кроме них. Настоящий художник – это тот, кто красиво рисует для тех, кто смотрит. Мы не можем сами себя оценить. Видите, вы узнали теперь, что делать. Потому что ошибка в самомышлении была. Как себя простить? Неправильное мышление. Это современная психология. У нее есть такие фокусы. Вот это самовнушение. То есть техника самовнушения. Я солнце, я большое светлое солнце. Вот этого я не становлюсь светлее, понимаете. Потому что есть тот, кто меня оценивает. Он говорит – какое ты солнце? У меня такой прикол был вообще в жизни. Я сидел и занимался лукогендой тренировкой. Мне было 14 лет. У меня большое светлое солнце. Моя мама. Мама подходит ко мне вот прямо конкретно. Такая – солнышко, иди посуду мыть. Я же большое уже светлое солнце. Какая посуда вообще? Я уже понял, что большое светлое солнце. Посуду надо мыть, оказывается. Я думаю – какое-то противоречие. Если я большое светлое солнце, зачем мне мыть посуду? Те, кто поменьше солнца, будут посуду мыть. А я – большое светлое солнце. Я сижу и сияю просто. И все. Не получается. Система не работает. Часто современная психология – она основана на поведении. Т.е. надо улыбаться, надо улыбаться, надо улыбаться, и все будет хорошо. Не работает система. Так как я не еврейский кровь, сейчас расскажу, свой любимый еврейский анекдот. Да, т.е. основан на поведении. Т.е. евреи поймали, начали бить. Он говорит – я по паспорту русский. Он говорит – а мы тебя не по паспорту бьем, по еврейской морде. Знаете, можно придумать все, что угодно себе в жизни. Я – большое светлое солнце, я веду со всеми хорошо себя. Это не работает. Вот туда надо обращаться. Надо там строить отношения. Через совесть свою надо строить отношения. Когда совесть отпустила и сказала тебе – у тебя теперь хорошее отношение с мужем. И ты чувствуешь легкость в этом отношении, чистоту. Вот тогда все произошло уже. То есть там решается. У меня хорошее отношение или нет – там решается. Я сдаю экзамен, но есть тот, кто ставит оценку. Все. Такая-такая система документов. Ну, вот сейчас. Их имел. Русский. Ихел. 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 Он металлов. Ихел. Ихел. Охел. Продолжение следует...